Привет всем, кто верит в себя! С вами Эван. Мое главное слово «Верь» и я верю в людей даже больше, чем они сами верят в себя. Я искренне надеюсь, что если вы увидите в себе то, что вижу в вас я, то вы сможете изменить этот мир. С помощью подобных видео я пытаюсь учиться у людей, которые уже добились очень многого, понять их мышление. И надеюсь, что какие-то из их убеждений и методов работы станут полезными для нас, чтобы мы стали лучшей версией самих себя. И сегодня мы будем искать что-то полезное в профессиональной этике Уилла Смита. Наставляй меня, Уилл! Третий пункт мой любимый, и я хотел бы узнать, какой из них больше всего понравился вам. Также, если по ходу видео вы услышите что-то важное для вас, процитируйте это в комментарии, чтобы остальные также вдохновились. Тогда вы и сами сможете просмотреть комментарии в поисках того, что вы, возможно, упустили. Я считаю тебя просто невероятным человеком, и ты так талантлив во многих сферах. Спасибо, спасибо. Но такое ощущение, что ты всегда таким был. То есть, очевидно, что мы всегда развиваемся и становимся все лучше и лучше, но что тебя движет? Всегда ли ты ставил перед собой задачу стать лучше? Знаешь, я помню, был момент, когда мне было где-то 9 лет, и я выступал в церкви, в которую ходил с детства. Моя бабушка заведовала там различными праздничными мероприятиями, и я часто играл там на фортепиано. И я помню, как-то раз она поставила меня последним номером, и мне надо было сыграть к Элизе Бетховена. А она стояла за сценой, и я, значит, играю, играю, играю. Загвоздка была в том, что я выучил не до конца. И вот я играю, играю, а бабушка стоит за сценой. И пока я играл, я посмотрел на нее. Тот взгляд, полный гордости и счастья, и был моей жизненной силой. Что бы я ни делал, мне достаточно посмотреть в глаза моей жены, в глаза моей дочери. Просто с самого детства я понимал, что не бывает легких путей. Неважно, насколько ты талантлив. Твой талант тебе не поможет, если ты не будешь нарабатывать навыки. Если ты не будешь учиться, усердно работать и полностью посвящать себя саморазвитию, ты никогда не сможешь доносить что-то людям своим творчеством. И почему-то с детства мне запомнился именно тот момент, и то, как круто я себя тогда чувствовал. И мне это нужно. Я очень рано научился у родителей, у родителей, совершенно верно, нельзя сразу пытаться построить стену. Нельзя с самого начала говорить себе, я построю самую большую, крутую, крепкую стену среди всех стен. Начинать нужно не с этого. Нужно сказать себе, я заложу кирпичик настолько идеально, насколько это возможно. И в мире не будет ни одного кирпичика, который был бы заложен лучше, чем этот. За исключением того, который я заложу еще через 10 минут. И нужно делать так каждый день. И вскоре у тебя будет стена. И вскоре у тебя будет стена. И, по-моему, для меня это стало психологическим преимуществом перед всеми, с кем я когда-либо конкурировал. Потому что очень трудно сделать первый шаг, когда ты видишь, насколько масштабная цель перед тобой. Для меня нет больших целей. У меня перед глазами всего лишь один кирпичик. Моя концепция в том, что я не хочу быть иконой. Я хочу быть идеей. Я хочу представлять собой идею. Я хочу представлять собой возможности. Я хочу представлять собой магию. Мы живем во вселенной, где 2 плюс 2 равняется 4. Но 2 плюс 2 равняется 4 только если ты принимаешь тот факт, что 2 плюс 2 равно 4. 2 плюс 2 будет равняться тому, чему я сам захочу. И есть... Есть... Просто невероятная сила в принятии самостоятельных решений. Вместо того, чтобы позволять тому, что происходит вокруг, влиять на себя, прими решение. Ты сам решаешь, что произойдет, кем ты станешь, как ты что-то сделаешь. Решай сам за себя, и вселенная уйдет с твоего пути. Это как вода, которая просто огибает препятствия. Поэтому я хочу представлять собой возможности. Я хочу представлять идею, что ты можешь сделать все. Одна из моих любимых книг – это «Алхимик» Паоло Каэльо. Я просто верю в ее идею. Я верю, что я могу создать все, что я захочу. Если я правильно настрою голову, изучу то, что нужно, пойму, как надо действовать, трудно это передать словами, потому что получится какая-то метафизическая эзотерическая чушь. Но я верю, что мы сами выбираем то, кем нам быть. Единственное, что меня определенно отличает от других, это то, что я не боюсь умереть на беговой дорожке. Тебя не переработаешь. Меня не переработаешь. И точка. Ты можешь быть талантливее меня. Ты можешь быть умнее меня. Ты можешь быть сексуальнее меня. Ты можешь быть лучше меня во всех известных качествах. Но если уж мы попадем вдвоем на беговую дорожку, будет только два варианта. Либо ты сойдешь первым, либо я умру на ней. Вот так просто. Так что, возвращаясь к вопросу, что если кто-то встает у меня на пути, есть два варианта. Либо я пройду, либо я умру. Точно. Просто меня нельзя обойти в работе. Это простая концепция. Человек, который упирается больше других и будет стоять последним, он просто будет спокойно выжидать. когда все остальные упадут, а он останется стоять на ногах. На примерах тех, кто не добивался своего места, не достигал своей цели в этом бизнесе. Я могу утверждать, что все зависит от упорства. Все зависит от возможности обойти тебя в работе. Все зависит от упущенных таким образом возможностях. Я всегда говорил, если ты всегда готов, то тебе не нужно время на подготовку. Я понял, что, чтобы достичь того уровня успеха, на который я нацелился, нельзя рассеивать свое внимание и делать несколько вещей сразу. Я поставил перед собой цель достичь уровня мирового класса в профессии. И требуется просто отчаянная, помешанная концентрация, чтобы создавать кино на таком уровне. К примеру, «Звездные войны». В детстве я сидел в кинотеатре и смотрел «Звездные войны». И я не мог поверить. Я был шокирован и ошеломлен подобной креативностью. И я понимаю, чтобы также играть у людей на струнах души, чтобы вызывать такую же реакцию, нужно концентрироваться каждой своей клеткой, всем своим сердцем и всей своей креативностью. Многие люди, когда говорят о таланте, говорят, «Твой талант многогранен, поэтому ты и звезда». Ты же различаешь талант и упорную работу. Безусловно. Я никогда не считал себя чрезмерно талантливым. Я всегда рассматривал свой талант на уровне чуть выше среднего. В чем я преуспел, так это в до безумия и болезненной профессиональной этике. Когда другие люди спят, я работаю. Пока другие едят, я работаю. Пока другие занимаются любовью, ну, я тоже занимаюсь любовью, но при этом я усердно работаю. То есть, если вдруг приходит сообщение, «Дензель Вашингтон сейчас занимается этим», ты тут же примешься за дело. По-моему, разница между талантом и навыком – это одна из вещей, которая вызывает наибольшее непонимание у людей, которые пытаются добиться чего-то и воплотить мечты в реальность. Талант – это врожденное. А навык развивается только с помощью многих часов работы. И у нас со зрителем завязываются своего рода отношения. Они соглашаются пойти в кино, а я соглашаюсь, что каждый раз это будет лучше, чем предыдущий. Так что это мои обязательства в отношениях, и я буду выполнять свои обязательства, пока он выполняет свои. Улучшение жизни других стоит во главе всего, что я делаю. И я понял, что улучшать жизни я могу только постоянно улучшая себя. И каждое утро, поднимаясь с кровати, я понимаю, что я не все в мире исправил. Так что всегда есть чем заняться. Я наткнулся на одну интересную цитату Сиддхартхи Гаутамы, Будды. Он сказал, «Хороший человек встает каждое утро и пытается опустошить океан половником». Я же разумный, образованный человек. И я задумался, «Что же такое половник?» Я полез в свой айпэд. «Так, полковник, а это ложка». «Это большая ложка». «Отлично. Для супа». «Ложка для супа». И я подумал, «При чем здесь ложка?» Затем до меня дошло, что пытаться опустошить океан ложкой – это схоже с менталитетом, когда ты просыпаешься каждый день, чтобы улучшить весь мир. Поэтому я постоянно стремлюсь к тому, чтобы развивать свой разум, развивать свой дух, заботиться о своем теле, чтобы давать другим людям любовь наиболее эффективно, раз я способен это делать. Спасибо за просмотр. Надеюсь, что вам понравилось. Мне бы очень хотелось узнать, что вы вынесли для себя в этом видео. Какой из пунктов вас больше всего тронул, и как вы собираетесь использовать это в жизни и бизнесе? Пожалуйста, оставляйте свои мысли в комментариях, потому что мы с вами способны вдохновить других на великие свершения. Также я хочу отметить Search Wisdom. Спасибо, что приобрел мою книгу «Твое главное слово» и сделал множество обзоров на своем канале по каждой отдельной главе. Я очень ценю поддержку и рад, что книга тебе понравилась. Еще раз спасибо за просмотр. Я верю в вас. Надеюсь, что и вы продолжаете верить в себя. И каким бы ни было ваше главное слово, любви вам. Скоро увидимся.